МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА День в музее, как Мукачевскому замку, удается процветать без помощи государства. Украинская детская футбольная команда попала в ДТП в Беларуси. Погиб один ребенок, шестеро ранен, микроавтобус столкнулся с погрузчиком. В Каменецком районе в Беларуси, по данным начальника управления департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилевича, двое из шестерых травмированных детей находятся сейчас в тяжелом состоянии. Все они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами, различной степени тяжести, переломами и вывихами. Сейчас причины этой аварии выясняют. 12 раз боевики сегодня обстреливали украинские позиции. Ранены два наших бойца. Сейчас они находятся в военном мобильном госпитале в удовлетворительном состоянии. Наши войска вели активную оборону, применяя в ответ штатное пехотное вооружение, гранатометы, стрелковое оружие. А также около 40 раз открывали ответный огонь. Все подробности расскажет Ирина Баглай. Вот опять выход. Два выхода и там два прилета ДБ. Как только начинает смеркаться, на позициях усиленный режим. Первой скрипкой начинается стрелковое оружие. Кулемет, автомат. И в подтверждение слов Сергея Баглайки, из укрепления на Ясиноватском мосту открывают огонь. Калибр 7,62 просто або відсекает снайпер, а відсекает кулеметник, або просто проводит снайпер. Власне, в данном случае, такий хлопок може вказать на то, что используется бронебийный боеприпас при потрапливании в перешкоду. Одиночными, наверное, с ДШКМ. Калибр 12,7. Наверное, так же стрелять разрывными. Позиции противника под пристальным вниманием наших бойцов. Вопреки тому, что пули зачастую залетают через щели или пробитые ранее отверстия. В больничку залетает часть. А что за ним? Разрывные. Пули разрывные залетают. Разрываются пули, идут осколки. Дырочки, это приходят пули, а там десятки, это от разрывных пуль. Очень много дает осколков, течений. И бывают такие осколки, что заходят, и не достаются пацановые пацаны живут с осколками. Из противотанкового оружия боевики разбивают стены, за которыми укрываются наши военные. Одновременно под шум пулеметов и ружей на десантников охотятся снайперы. Хаотичная стрельба, просто та, чтобы постреляли, для того, чтобы выманить на контакт, и чтобы отработал снайпер. Попытка выманить бойцов провалилась, и боевики запускают над нашими позициями беспилотники. Сразу несколько из них зависают в небе. Мы его видим, после того, как он отрабатывает, ну, как отработал поиск целей, определенно увидел, где наши позиции. После этого идет артобстрел наших позиций со стороны Ясиноватой, из секторов, где проживает гражданское население. Ближе к полуночи стрельбу боевиков сменяет музыка. Ребята, короче, отпраздновали по ходу, и решили пострелять. Музычку включили. Но им не удается заглушить гул своей же тяжелой техники. Под мостом стоял танк у них, там была специальная танкопозиция. Ирина Баглай, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. День Матери отмечают сегодня во всем мире. В Украине его празднуют с 99-го года. И в последнее время все больше людей пользуются этой возможностью, чтобы поздравить родных и близких людей. В Киеве мамы погибших воинов АТО и Героев Небесной Сотни возложили цветы к стене памяти и прошли маршем по центру города. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий. День Матери со слезами на глазах. Мамы Героев Небесной Сотни погибших украинских воинов собрались сегодня на Михайловской площади, чтобы почтить память своих сыновей. Украина потеряла самых лучших, потому что они первые пошли. На восток ушел и сын Тамары Лысенко, Алексей. Женщина рассказывает, едва пришла повестка, сын собрал вещи и поехал сначала в воинскую часть, затем на Донбасс. В январе 16-го его не стало. Это мой сын Олексей, 92-го года, что Лешик, что Дима. Они вместе были на задании, вместе вернулись. В период выполнения боевого задания, уже вернулись, они наступили на раздание. Син мой погиб сразу. Сын Надежды Попович Денис ушел на фронт добровольцем. Защищал Донецкий аэропорт. Погиб в 2015-м. У него остались двое сыновей. Когда папы не стало, Илье было три годика, а старшему Кириллу – семь. Он погиб 22 сентября, на второй день, после того, как упал в аэропорт. Как раз на День Соборности Украины. Он спасал ребятов. Их окружили сепаратисты танками. Подошли с нашими прапорами. Гордится своим сыном и Пелагея Блек. Мама – герой Небесной Сотни. Ее Иван также погиб за Украину. Дом у него остались трое детей. 19-го поехал, 20-го лютого сранку. Где-то с половиной десятой уже был забит. От колеса снайпера. Сердце. На нем обобрали жилет. Товщиной 10-мм жесты. Бляхи так было. И пробило это насквозь. После минуты молчания родственники и курсанты Академии МВД возложили цветы к стене памяти у Михайловского собора. А в самой церкви провели молебен. После литургии родственники отправились на институтскую. На аллее Героя Небесной Сотни зажгли лампадки в память о погибших. Но Тамара, мама героя АТО Алексея Лысенко, уверяет, сын оберегает свою бригаду на небесах. Ведь после его гибели никто из побратимов на фронте не погиб. Богдан Вербицкий, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер. Резню в Париже устроил выходец из Чечни с французским паспортом. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Нападение, в результате которого один человек погиб, еще четверо были ранены, произошло накануне вечером. И его квалифицировали как теракт. Все подробности знает Татьяна Лагунова. Центр Парижа, прекрасная погода, на террасах кафе и ресторанов, да и просто на улицах много людей. Здесь, в квартале от оперного театра, и произошло нападение, которое позже квалифицируют как теракт. Молодой мужчина, вооруженный кухонным ножом, начал атаковать прохожих. Это была резня без разбора, рассказывает Джонатан, официант одного из местных ресторанов. Он шел спокойно, руки в крови, в левой нож. Он шел и пытался зайти в магазин, а люди кричали и убегали. А он искал новые жертвы. В результате атаки погиб один человек, и еще четверо получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Одна из девушек хотела спрятаться в нашем ресторане, но нападавший бросился на нее. Повалил на землю, и она не успела забежать внутрь. Помочь девушке попытался ее друг, но и он был атакован. Все бежали, была паника. Нападавшего застрелили полицейские, которые прибыли на место происшествия буквально в считанные минуты. Силовики сразу же озвучили и предварительную версию – теракт. По словам очевидцев, во время атаки нападавший выкрикивал «Аллах Акбар». Поэтому мы передаем это дело в отдел по борьбе с терроризмом. Личность нападавшего уже установлена. В СМИ озвучили имя и прочие данные о злоумышленнике. Это Хамзат Азимов, 20 лет, уроженец Чечни, гражданин Франции. Он был известен силовикам как сторонник радикальных исламистов, но никогда ранее не задерживался полицией. Сейчас правоохранители допрашивают его родителей. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». В сообщении, которое игиловцы распространили в интернете, говорится, что нападавший был их боевиком. Сейчас эту информацию проверяют французские спецслужбы. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Воздушная операция Израиля в Сирии завершена. Уничтожены десятки объектов, которые принадлежали иранским военным. Это была крупнейшая атака за последние 40 лет. Все детали знает Сергей Ауслендер. Название для операции выбрали со смыслом. Карточный домик – крупнейший воздушный налет с 1974 года. Самолеты шли несколькими волнами, уничтожая базы и опорные пункты, склады оружия и ракетные установки. Бомбили инфраструктуру, созданную Ираном на территории Сирии за годы гражданской войны. Это было, по сути, предупреждение Тегерану не приближаться к границам Израиля. Накануне иранцы обстреляли израильский север реактивными снарядами, давая Иерусалиму очевидный повод к началу войны. Почему была такая массированная атака? Потому что это была первая, по-настоящему, прямая атака Ирана против Израиля вооруженными ракетами, силами. И это по-настоящему казус Белли любой страны. Представьте себе любую страну, если другая сторона стреляет по ней ракетами. То, естественно, необходимо показать другой стороне, что Израиль это не может терпеть. Сирийская ПВО на налет отреагировала, открыв огонь по атакующим самолетам. Летчики тут же разбомбили все стрелявшие батареи. Под удар попал даже комплекс «Панцирь» российского производства, но с сирийским экипажем. Вот кадры, как ракета «Спайк» поражает считающийся неуязвимым комплекс. У меня есть сообщение для Асада. Избавься от иранцев, избавьтесь от их вооруженных сил. Они не помогают вам, они только вредят. И их присутствие только вызовет проблемы и урон. Одновременно на границе с сектором газа резко обострилась обстановка. Военные обнаружили боевой тоннель «Хамас», который почти на километр углубился на израильскую территорию. Подземный ход уничтожили ударом с воздуха. Возле газа уже больше месяца продолжаются акции палестинцев, так называемые марши возвращения. От протестов и лозунгов их участники постепенно перешли к террору. Они запускают воздушных змеев с коктейлями Молотова и поджигают вокруг газа леса и поля. Но самый неприятный инцидент произошел минувшей ночью, когда арабы сожгли терминал, через который в сектор поступало большинство гуманитарных грузов. Работа КПП прекращена до его восстановления. За многие десятки лет для Иерусалима не было более выгодной внешнеполитической конъюнктуры. Выход США из иранской сделки. Откровенное нежелание Трампа участвовать в урегулировании палестинского конфликта. Все это буквально развязало Израилю руки. Но здесь прекрасно понимают, что такое положение дел не сохранится вечно. Поэтому стремятся максимально обезопасить свои границы. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Маршрутки недорого. Во Львове перевозчики массово распродают автотранспорт. Работать им якобы мешают подчиненные львовского мэра. Почем автобусы узнавала наша корреспондент Галина Якушко. Продается маршрутка недорого. Львов. Несколько объявлений с таким заголовком появилось недавно в интернете. Люди шутят. Так вот куда они деваются. Или давайте сбросимся и купим маршрутку для города. Все эти автобусы выставили на продажу. Всего около 60. Это фактически треть состава, который обслуживал городские маршруты. О распродаже маршруток объявили перевозчики. Вот эти продаются. Те продаются. Вот эти желтые. Вот эти и продаются. Все на продажу? Ну так, все на продажу. Говорят, бизнес стал невыгодным. Заработанных денег едва хватает, чтобы сводить концы с концами. На вырученные средства перевозчики обещают отремонтировать старый автотранспорт. А закупки нового и речи нет. В тех условиях, в которых мы сегодня работаем, практически ни один приватный инвестор не вкладывает денег, потому что никто не имеет никакой гарантии, сколько времени надо работать еще на этом рынке. Потому что поведение и стратегия города, поведение не понимает, а стратегия практически отсутствует. Городские чиновники пытаются убрать с рынка частников, считают депутаты. Это может привести к транспортному коллапсу. Сейчас тот или иной перевозник принимает решение, что финально продать весь автопарк и закрыть. И тогда вообще все станет. Место поставило себе задачу, чтобы максимально закрыть рынок перевозчиков коммунальным транспортом и полностью контролировать все эти потоки. Впрочем, чиновники все отрицают. Мол, сейчас частных перевозчиков больше, чем коммунальных. И сразу же успокаивают. Для коммунального предприятия дополнительно закупили 150 новых автобусов и маршруток. Это вымешенный крок от городской власти, чтобы увеличить количество, потому что перевозчики не выполняют свои обязанности. Поэтому, если кто из приватных перевозчиков решил пойти с рынка и вкладываться в какие-то другие бизнесы, то это абсолютно неправильно. Открыть другой бизнес готов и директор этого частного предприятия. Говорит, если спрос на маршрутке все же будет, то он продаст все и откроет автосервис, чтобы больше не сталкиваться с чиновниками. Галина Якушки, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. Второе новоселье. В Черкассах героиня сюжета подробностей спустя два года судебных тяж повернула себе квартиру, из которой ее выселила группа мошенников во главе с уже бывшим адвокатом Сергеем Гарцингером. От подобных действий пострадала не одна семья, но рейдеры все еще на свободе. Все подробности расскажут наши корреспонденты. С полицией понятыми 83-летняя Ульяна Трофимовна возвращается в свой дом. Два года назад часть ее двухкомнатной квартиры, приставы продали с аукциона адвокату Сергею Гартингеру. Пока семья разбиралась с этим, он, подделав документы, забрал и вторую часть жилья. Переступив через порог, пенсионерка едва не падает в обморок. В квартире не осталось даже ее семейных фотографий. Все вещи пенсионерки бесследно исчезли. Ульяна Трофимовна рассказывает, адвокат Гартингер вместе с молодчиками выставил ее за двери в одном халате. Квартиру вернули чудом, говорит невестка Ульяны Трофимовны. Тамара уверена, помогла поддержка журналистов и общественников. Впереди у семьи еще уголовные дела по фактам подделки Гартингером документов, кражи имущества и самоуправства. Производство открыто уже второй год, но с места следствие так и не сдвинулось. Прокуратура, я считаю, тормозит все это дело, пока не выйдет срок войны через три года, чтобы их не наказывать. О группе рейдеров адвоката Гартингера в прошлом году подробности делали серию материалов. В одном из сюжетов тогда еще адвокат Гартингер, не стесняясь камеры, даже хвастался, как отбирает у людей жилье. Виктория с семьей не может жить в своем доме. Жилье под арестом на время судебных разбирательств. Коллекторская фирма, которую представлял тот же Гартингер, якобы за непогашенный кредит отсудила недвижимость и оформила право собственности. Выписать Викторию с малолетним ребенком они не смогли и подселили к ним два десятка подставных арендаторов спортивного телосложения. Тут плевка, где побито, там плевка. Тут, кстати, не сделана до сих пор экспертиза, какую шкоду они заподіяли. Благодаря огласке полиция все-таки отселила арендаторов. В отношении них открыты уголовные производства. Сейчас Виктория судится за право собственности на дом с коллекторской фирмой. Но ее представители на заседание ни разу так и не появились. В тех судах, там, где я позывачка, они не появляются. Вже сменено там три директора, только за последние три месяца. Смена юридическая адреса зарегистрирована в Мариуполе. После скандалов с квартирными аферами Гартингера лишили адвокатской лицензии. А против его группы полиция открыла около десятка уголовных производств. Прокуратуре уверяют, все они скоро окажутся в суде. В данный час надано вказки. Они уже на завершальной стадии, что до выполнения. То есть мы уже находимся на финальной стадии для того, чтобы завершить справу и скерувать ее до суду. Эти дела могут затянуться не на один год. Но пострадавшие от действий экс-адвоката Гартингера готовы идти до конца. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Украина теряет хвойные леса. И не только из-за незаконной вырубки. Атакуют жуки-караеды. За две-три недели они способны полностью уничтожить здоровое дерево. Способы борьбы с вредителем искали наши корреспонденты. На севере Хмельницкой области посадки соснового леса занимают более 60 тысяч гектаров. На первый взгляд деревья выглядят вполне здоровыми. Но на самом деле на верхушках под корой сосен орудуют тысячи вершинных жуков-караедов. Аэросъемка зафиксировала. Зеленый ковер сосен разбавляют серые пятна. Это деревья, которые спасти уже невозможно. Даже зеленое дерево, оно уже может быть заселено короидом. Потому что верховковый короид, покинувши уже дерево, где уже была сделана его работа, он переселяется на соседнее дерево. За год таких генераций может быть три, а то и больше. На высохшем стволе под корой виден лабиринт. Здесь короед оставил после себя зараженную грибками древесину. Ее использовать уже нельзя. Эта синюшность говорит как раз про то, что данное дерево уже и мертвое. Оно уже полностью отработано с таборовыми шкодниками. Лесопатолог Владимир Чудак говорит, сейчас при аномально высокой температуре сосна не может выделять достаточно смолы для того, чтобы самостоятельно бороться с вредителем. В Хмельницкой области станом на сегодня вражено больше 6 тысяч гектар лесу соснового. Это складывает приблизительно 12% от площади сосновых насажений. А 6% это критичная цифра. В 15-м году тут были поодинокие случаи заселения. А вот и сам виновник вершинный короед. Он выполз из-под коры на запах приманки. Данные пастки не вырешивают проблемы. Эти пастки используются чисто только для монетаринга. Мы безусловно на дельянке можем подраховывать, какая количество этих шкодников потрапила в пастку. Лесники говорят, спасти лес от нашествия короеда можно лишь проведя санитарную вырубку леса. Именно так борются с этим насекомым в европейских странах. Но в Украине с 1 апреля до середины июня вырубка запрещена. Нам необходимо все-таки переглянуть неправильный закон про творческий свят, где забороняется период тиши, который не дает смоги. В тот период, когда происходит массовое заселение голодным шкодником леса. За три года короеды уничтожили в Украине 350 тысяч гектаров леса. Специалисты утверждают, если этот процесс не остановить, то уже в ближайшее время цифра может вырасти еще на треть. Андрей Кровец, Лариса Светловская, Тарас Тарасов. Подробности телеканал Интер, Хмельницкая область. Стань супергероем. Один из столичных приютов для животных начал акцию с таким названием. Что это значит и что нужно, чтобы начать помогать тем, кто сам точно не справится, знает Ольга Теребинская. Стать супергероем, не выходя из дома. Волонтеры приюта «Сириус» начали проводить встречи для всех желающих помочь бездомным животным. На таких неформальных собраниях рассказывают, чем каждый из нас может стать полезным для животных. Можно помогать, не выходя из своей зоны комфорта. Не обязательно ездить в приют. Многие боятся просто видеть картину от несчастных животных. Можно, находясь в Киеве, находясь даже на своем рабочем месте, уделив 10 минут времени в день, быть очень полезным. Мы акцентировали, что встреча ни к чему не обязывает. Никто не будет, не знаю, просить денег или какие-то типа, ты должен чем-то помочь. У нас были истории, когда девочка делала в татуировке благотворительные с животными и таким образом помогала приюту. Юристы, режиссеры, маркетологи, журналисты на первой встрече – люди разнообразнейших профессий. Екатерина работает креативным копирайтером. Говорит, ее профессиональные навыки могут принести немало пользы для приюта. Я могу создавать контент, начиная от написания текстов для поста, для сайта, заканчивая созданием каких-то сценариев для роликов, какую-то инфографику, то есть все, что связано с наполнением контента чего-либо. Приюту «Сириус» уже 18 лет. Изначально рассчитывали, что здесь будет сдержаться не более 250 животных. Но сегодня их здесь около 3000. Основатель приюта Александра рассказывает, каждый год Киев выделяет от 100 до 300 тысяч гривен на содержание питомцев. На такой суммы хватает разве что на месяц. Впрочем, городские власти могут помогать не только деньгами. Для того, чтобы уменьшать количество животных в городе, нужна социальная реклама. Конечно, нужна реклама о стерилизации, о пользе стерилизации, популяризации стерилизации. Нужна реклама о том, чтобы забирали животных из приютов, о том, чтобы помогали животным в приютах, о том, чтобы приезжали в приюты, посещали. Вот это вот все могут организовать городские власти. Также говорят, в приюте необходимо на законодательном уровне ввести обязательную регистрацию домашних животных. Это поможет бороться с теми, кто выбрасывает своих питомцев на улицу и просит властимущих поработать над механизмом наказания за жестокое обращение с животными. Ведь большинство из них попадают в руки волонтеров после насилия со стороны людей. Ольга Теребинская, Богдан Савруцкий, Андрей Ярковой. Подробности, телеканал Интер. Музеи – это бизнес, а не бремя для государства. Они могут и должны зарабатывать сами. В этом уверена администрация Мукачевского замка. За последние годы здесь не взяли из бюджета ни копейки. Как им это удается, давайте узнаем. Мукачевский замок основали еще славянские князья. Во внутреннем дворе – памятник Федору Каретовичу. При нем удалось построить уникальный по тем временам колодец. Его глубина – 85 метров. Он вырублен в каменной скале. Нет ответа на вопрос, как люди могли это сделать такими примитивными снарядами работы. Десять лет назад колодец отреставрировали. Содна подняли больше тонны мусора. Среди хлама нашли даже исторические экспонаты. Эту бочку, которую поднимали воду, нашли, когда расчищали десять лет назад. Она не авторитетично, старая. Именно красотой архитектурных форм и истории замок манит туристов, а они – главная статья доходов. С каждым годом посетителей все больше. На майские праздники их зафиксировали рекордное количество – 10 тысяч. Эта группа школьников приехала из Венгрии. На уроках истории нам много рассказывали о Мукачевском замке, поэтому приехали сюда. Очень понравилось. Мукачевский замок принадлежал семье Ракоце, которая вела венгерскую освободительную борьбу. Это часть нашей истории. Чтобы заманить побольше посетителей, в замке организовывают новые выставки. В прошлом году в комнате музея открылась экспозиция, посвященная войне на Донбассе. Кроме того, в замке отреставрировали рыцарский зал, в котором можно провести свадебную церемонию. Нам уже второй месяц вперед удается реализовать проект «Шлюб за добу». Где-то 30 пар. За год замок получает больше 10 миллионов гривен прибыли. Этого хватает на зарплату сотрудникам, коммунальные платежи и текущие ремонты. Завершаются, вернее, поточные работы именно по оновлению фасадов среднего двора и мощения Бруківки. Тут был речковый камень, мы его заменили. В Мукачевской мэрии, говорят, замок входит в тройку самых прибыльных коммунальных предприятий города. Протягом последних років, нижней копійки з міського бюджету на финансирование данной установи не витрачалось. Это не позиция не давати грошей. Суть в том, что тех надходений, которые надходят на этот специальный рахунок, достатньо для того, чтобы проводить все эти работы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Сегодня 91 год со дня основания киевского «Динамо» и уже 16 лет эта дата совпадает с днем смерти легендарного тренера клуба Валерия Лобановского. Алексей Пшевыский видел, как этот день провели люди, влюбленные в футбол. Его называли мэтром и профессором футбола. Западные журналисты за невозмутимость и спокойствие прозвали Валерия Лобановского «железным полковником». А для своих подопечных он всегда был просто папа. Именно под его руководством «Динамо», празднующее 91-летие, завоевало 13 золотых медалей и 9 кубков СССР. А выиграв Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА в 1975-м получило мировое признание. Почтить память Валерия Лобановского сегодня пришли сотни людей для тех, кто живет футболом. 13 мая – радостная и одновременно грустная дата. Это свято, 91-й год, основание великого безсумненного клуба. И символично, что эта потеря тоже в такой сумненный день. Втрата учителя, человека, друга, как никто в бывшем Радянском Союзе, так никто в независимой Украине, а, возможно, и в свете, не перевершив досягнение этого тренера. Впервые увидел Лобановского футболиста на поле в 59-м. Тогда еще мальчишка. А сегодня – легендарный футболист Вландимир Мунтян. И не мог подумать, как он повлияет на его жизнь. День, когда вышел вместе с Лобановским на поле, не забудет никогда. И это произошло здесь, на стадионе «Динамо». В матче за дублирующий состав. Я когда впервые вышел, и он как раз в те годы, там у него была ситуация с Виктором Масловым, и он его поставил в дубль. И я оказался вместе с ним на футбольном поле. Любить футбол в себе, а не себя в футболе – легендарная фраза Лобановского. Именно своим подходом не только к технике, но и к психологии игроков он и запомнился миллионам. И эту память нельзя забывать, уверен Мунтян. Пока мы, как говорится, живы, мы должны помнить. Помните, Валерий Васильевич, ну ни одного представителя с Федерации футбола Украины. Ну, да не уважаем. Мы же не говорим, дайте делегацию нам, да? Ну, пусть придут вот этот один, пусть направят. Если тот же там кто, не буду называть, один, второй не уважает. Найбольшая дань памяти легендарному тренеру – новые победы, уверен президент «Динамо». Естественно, хотелось бы быстрее. Естественно, хотелось бы быстрее выиграть золотые медали, кубки, достойно играть в Лиге чемпионов. Но всему свое время. Я уверяю вас, что мы сделаем боеспособную команду, которую мы все, которые вот сегодня пришли в этот траурный день к Валерию Васильевичу Лобановскому. Алексей Пшемыский, Владимир Дедов. Подробности – телеканал «Интер». Бесплатная еда для самых стройных в Китае и специальное пиво для космонавтов. Обо всем этом прямо сейчас. Казус на Евровидении. У победительницы Неты Борзила из Израиля сломалась награда. Супервайзер конкурса «Йон Ула Сан» сразу же вручил ей новый хрустальный микрофон после выступления на БИС. Подобный инцидент уже был в 2009-м. Тогда хрупкая награда сломалась у певца из Норвегии – Александра Рыбака. Нета из Израиля не особо акцентировала внимание на статуэтке. Она рассыпалась в благодарности всем за невероятную поддержку. Весьма креативно ее поздравил и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху. Он повторил ее коронное движение руками, похожее на крылышки. Космическое пиво для астронавтов. Австралийцы придумали пенный напиток в бутылках в условиях невесомости. От ныне никаких тюбиков, только специальная тара. На первый взгляд она ничем не отличается от обычной бутылки. Только с длинным горлышком. Само пиво будет с меньшим количеством газов. Напиток в специальных бутылках уже протестировали в условиях микрогравитации над Флоридой. В китайском ресторане города Цзинань бесплатно кормят худых посетителей. И даже наливают немного пива. Главное условие протиснуться через узкие металлические решетки, установленные на входе в заведение. Такой ход привлек множество посетителей. У входа в заведение выстраивается огромная очередь. Между прутьями решеток разное расстояние. 15, 18 и 25 сантиметров. Кто сумеет протиснуться в самый узкий проход, получает несколько блюд сразу и пару бокалов пива. Уникальный голубой бриллиант продадут с молотка в Женеве. Драгоценный камень в 6 карат имеет 300-летнюю историю. Впервые его подарили королеве Испании Изабеле Форнезе, которое правило с 1714 по 1746 годы. Позже его передавали из поколения в поколение в королевской династии. Теперь редкий бриллиант может купить любой желающий. Стартовая цена 4 миллиона долларов. Торги запланированы на 15 мая. Это все новости на сегодня. Приятного вам воскресного вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова